Радио Болтком Доброе утро всем, кто нас слушает. Сегодня вторник. День добрых дел на Радио Болтком. Традиционный день добрых дел. И в эфире программа «Зеленая лампа». Программа о тех, кому нужна наша помощь и для тех, кто хочет помогать. Ведут ее сегодня Ольга Авдевич. Здравствуйте. Я Рита Трошкина. И с нами сегодня певица Ольга Пирокс. Ольга, здравствуйте. Доброе утро. Или уже день? Ну, все равно солнечно сегодня, хороший день. И мы будем говорить тоже о хороших вещах. И наша программа сегодня будет помогать полуторалетнему мальчику Мартину, которому нужен годовой курс лечения. Мы потом расскажем о нем чуть-чуть подробнее. И гость нашей благотворительной программы, в данном случае на этой неделе, это Ольга Пирокс, помогает нам. Включать «Зеленую лампу». И мы просим всегда нашего гостя поделиться информацией, нашими публикациями об истории вот этого ребенка, которому мы помогаем, на своей страничке в Facebook. Мы очень надеемся, что друзья, поклонники, слушатели Ольги Пирокс тоже подключатся. И напоминаем, что наш телефон 930-6384 всю неделю до следующего вторника работает для маленького Мартина, которому только полтора годика. Стоимость звонка – евро 42 цента. Ну вот, сейчас напоминаем, что Ольга Пирокс с нами. Мы давно ее не слышали. Ольга – друг нашей программы. Она не раз у нас была. И мы сейчас… Первое, что хотим спросить, ну, наверное, банальный такой вопрос. Ну, куда же без него. Как прошел этот год, Ольга? Как у вас прошел… Ну, очень спокойно, очень спокойно. Потому что это даже не надо говорить, почему. Без всяких, как говорится, интересных приключений. Потому что приключения все дошли в сторону. Вот, в основном нормальный такая жизнь, спокойный магазин, аптека, дом. И все. А чисто психолог? Ну, дома можно, конечно, заняться там любимыми делами, слушать музыку, вот, общаться со своими родными, близкими. Собственно говоря, ничего такого особенного. Я думаю, что у всех приблизительно такая же картина. Ну, вот артисты, музыканты очень сильно страдают, переживают, потому что нет возможности встречаться со зрителями в том формате, как всегда это раньше было. Но какие-то все-таки отмечают, что все-таки положительные уроки этого пандемического года были. У вас были они? То есть плюсы какие-то? Ну, я даже не могу так конкретно сказать, но, в общем-то, все равно скучаешь действительно по общению. Вот. И это, наверное, все-таки самое главное. Потому что, ну, не можешь никуда толком поехать, отдыхать. Так, особенно положительных, я не думаю, что тут какие-то можно положительные моменты искать. В основном, конечно, грустно, да. Но надо держаться, терпеть. Что делать? Нам ничего другого не остается. Оля, сегодня вы в социальной сети Facebook взяли, обновили фотопрофили и поставили туда такой призывный афоризм. Улыбайтесь, восклицательный знак. Один хрен, ваши проблемы никого не волнуют. И живите так, чтобы жизнь, пиная вас, сломала ногу. Да, именно так. Что это за такое просто кредо? Ну, мне понравилось очень это. Мне кто-то переслал такую открыточку. Мне она очень понравилась. Она очень оптимистичная. И такая там кошечка симпатичная с бантиками. Поэтому мне нравится вот такого рода пожелания. И не только для меня, а для других тоже хочется, чтобы все, кто бывает на моей странице, чтобы немножечко улыбнулись. Ну, вы знаете, с точки зрения юмора замечательно. Но вот я позволю себе не согласиться со второй частью, что один хрен, ваши проблемы никого не волнуют. Вот наша программа как раз является иллюстрацией того, что у нас такие замечательные радиослушатели, такие замечательные читатели, и вообще люди в Латвии живут, что проблемы тех вот людей, о которых мы рассказываем каждую неделю, мы каждый раз думаем, ну, кого это волнует. И потом, когда мы озвучиваем итоги, выясняется, что абсолютно незнакомых людей очень трогают эти истории. И вот, например, мы сейчас озвучим итоги истории прошлой недели. Мы помогали братику и сестричке Китти и Ральф Вессерсе. У мамы трое детей, и двое из них очень тяжело больные, с инвалидностью и со всеми вытекающими последствиями. Мама одна, и элементарно ей нужны были средства на обезболивающие, на памперсы, на ортопедическую обувь, на курс реабилитации, на годовую программу для двух этих деток. И требовалось собрать 4800 евро, и по итогам недели мы собрали 5307 евро. И было сделано 1356 звонков, а это на минуточку 1694 евро. То есть получается, что на 507 евро даже больше, чем вот эта вот стандартная годовая программа. Это значит, что на вот этот остаточек дети смогут получить, не знаю, что выберет мама, либо оплатить дополнительно памперсы, либо реабилитацию со специалистами. Вот замечательно. А что касается концовки вот этой вашей фразы, живите так, чтобы жизнь, пиная вас, сломала ногу. Вот это точно. И хотим сейчас сразу... Нет, я, конечно, не исключаю. Я хочу тоже вас перебить, но на самом деле я тоже здесь немножко не согласна. Люди не могут, как говорится, быть абсолютно отчуждены от других людей. Так, тут мне кто-то пытался звонить. Анжелика. От других, как говорится, своих даже знакомых, а может быть даже незнакомых. Это всё зависит от воспитания и от человека, от его души. Если он всё-таки, как говорится, более, как говорится, добродушный к жизни, относится тоже, в общем-то, философски. Потому что всё возвращается. Если мы дарим добро, то и нам возвращается добро, на самом деле. Поэтому, конечно, совсем уже так сказать, что... Что мы никому не нужны, нельзя сказать. Так что я считаю, что, конечно, нужно быть внимательными, чувствительными к другим людям обязательно. И это к вам вернётся, безусловно. Дорогие наши радиослушатели, дорогие люди, мы вот в самом начале, год назад мы ещё думали, как же у нас всё это пойдёт. Сейчас в разы тяжелее стало всем жить. Это мы знаем и по себе, и по другим. Но, тем не менее, вот как бы не останавливается вот этот процесс, не останавливается цепочка добра, которую кто-то начинает, продолжает один за другим. Вот идёт, 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 идёт. И это очень здорово, потому что мы сами себя вытягиваем таким образом. Оля, а вот вы всегда улыбаетесь, сколько мы вас помним, вы всегда улыбаетесь. У вас чувство вот этого оптимизма, оно в характере с детства? Или это можно как-то себе культивировать, приобрести? Ну, на самом деле, я думаю, что да, это в силу вообще не только моего характера, а в силу характера моих родителей. Потому что это всё, вообще-то, конечно, как пример получается. Но он такой не специальный, а вот именно ты живёшь, видишь, как ведут себя твои родители, твои близкие люди. И, наверное, ты как-то, как зеркально это тоже начинаешь отражать. Вот. И воспоминания. Сейчас, конечно, нету мамы, нету папы, но всё равно в душе ты помнишь родителей всегда. И, конечно, всё равно всегда какое-то такое ощущение, что они тебе помогают, что они с тобой рядом. Но я хочу сказать, что в силу возраста я не только улыбаюсь, но если очень какие-то хорошие вещи происходят, то мне почему-то хочется даже плакать. Это такое умягчение сердца с возрастом происходит. Ну вот, поскольку мы затронули тему семьи, роль семьи в жизни человека преувеличить невозможно. Давайте на сегодняшний день вот этот мостик перекинем. Вот расскажите, в прошлый раз с вами вместе в программе была Анжелика, да? У вас… Ну сейчас, да, я перебью. Она сейчас учится, у неё уроки. Поэтому она не может сказать. Мы поясним, что Анжелика – это внучка. Внучка, да. Это Дианина дочка. Оля, а вот расскажите, пожалуйста, у вас все знают дочь вашу Диану Пиракс. И она тоже была у нас в программе не раз. Замечательная дочь. У вас есть ещё старшая дочь, у вас есть внуки и даже уже правнук. А вот расскажите о них, как их зовут, какой возраст, что им нравится, чем они занимаются. Но старшая дочь – это Лана. Ланочка старше Дианы на 7 лет. Ну вот, она, в общем-то, даже нянька, получается, Дианина была всегда. Поскольку я гастролировала, и мужу надо была помощь. Он, конечно, помогал здесь тоже дома. Всё дело, что надо было, по большому счёту. Но Ланочка была всегда, как говорится, как старшая сестра, была няней. И если все дети гуляют сами по себе, то Лана всегда гуляла с коляской. Ну, у Ланочки двое детей. Уже старшая дочка и уже взрослая Жаклина. Она вот мне как раз родила Дёмочку. Нам, вернее, родила мне правнука. Вот. Ей 23 года. А мой внук старший уже теперь, получается, внук. Потому что младший Дианин сын Леон. А Алекс, вот ему уже 15 лет. Вот сейчас, в мае, в марте, исполнилось 15 лет. Ну, что, конечно, трудно. Знаете что? Это редко кому можно позавидовать, что вот осталась работа. Вот, кстати, у моей Жаклины, у моей старшей внучки, у неё как раз с работы, слава тебе, Господи, всё в порядке. Вот. Ну вот. А внуки, конечно, вынуждены сидеть вот в такой изоляции и заниматься уроки очень, как говорится, раньше педагог в школе. Ты можешь как-то что-то спросить, подойти отдельно там поговорить. А тут, получается, тебе только отдают задания, причём даже тему объясняют. Ну, что мне там рассказывают? Все это прекрасно знают, что очень тяжело детям сейчас учиться. Очень тяжело. А главное самое, самое то, что они не могут общаться друг с другом. Это же ужасно. Это же ужасно. Самое страшное то, что происходит, это вот это вот отчуждение какое-то получается. Так что вот так вот. Оля, а вот они просят вас, внуки сейчас, мы о внуках говорим, спеть что-то или, там, не знаю, сказку рассказать. Вот что такое вот домашнее, семейное у вас принято? Ну, вообще, когда ко мне приходит правнук, мы с ним всё время играем как раз-таки во всякие стишки, читаем. Я стараюсь не только, кстати, с правнуком, с Дёмочкой, ему 4 годика, а ещё и с Леоном. Леон должен в этом году пойти в школу, но поскольку он у нас международный такой, у него язык, как говорится, не конкретно русский, он и по-французски. Там, и сейчас Диана ещё и по-итальянски много разговаривала в семье, поэтому ребёнок, как говорится, хватает фразы и так, и так, и так. Ну, может быть, это и хорошо, быстрее все, больше языков сможет изучить, да. Но вот мы с ними и стихи читаем, и в игры играем вот такие вот всякие там, едем по кочкам, по кочкам, как всегда с детками маленькими, особенно вот с Дёмочкой. Вот, что-то рисуем тоже, какие-то интересные вещи. Ну, попеть это само собой, я вот им стараюсь ставить такие хорошие российские, именно российские, советские мультфильмы музыкальные, где есть хорошая музыка, хорошие песни, чтобы они учили. Мы вместе с ними стараемся вот это вот тоже чуть-чуть петь. Не то, что они там сейчас только какие-то непонятные мультфильмы, которые я совершенно не одобряю. Поэтому при мне они смотрят в основном российские мультфильмы и песенки всякие, разные караоке. Вот, так что... Какой-то... Ну, как-то, слава богу, в принципе, сейчас времени для этого достаточно. Оля, а вот незадолго до того, как началась вся эта история с пандемией, вы были в жюри международного конкурса «Юных талантов» в Москве, да? Да. Там в оргкомитете были Лещенко и теледиктор Анна Шатилова. А вы даже на сайте этого фестиваля стоит ваш портрет, и вы как член жюри там фигурируете. Расскажите о ваших впечатлениях. Ну, это был вообще организованный такой... Мозгаз зажигает таланты, если об этом идет речь. Вот я была именно на этом фестивале, конкурсе в Москве. Это был даже, по-моему, ну да, 19-й год еще пока что был. Вот. Я хочу сказать, что этот фестиваль продолжается. И надо сказать, что вот сейчас мы проделывали с членами жюри очень большую работу. Еще прослушивали больше тысячи участников, чтобы отобрать на следующий тур, да? Вот. Поэтому, конечно, мне очень приятно, что меня пригласили участвовать в таком вот фестивале. Вот. Но дети в основном, конечно, из России, в основном. Ну, Россия огромная страна, из разных уголков, боже мой. Просто надо сказать, что... Конечно, даже я многие названия каких-то городов даже и не знала, да. Вот. Но интересно. И интересно то, что... Мне немножко, как педагогу, было странно, что репертуар один и тот же поют. Вот с разных концов, с разных городов дети. Но почему-то один и тот же репертуар. Тема выбрана, скажем, мультфильмы, да? Там 75-летию мультфильмам, посвященные, допустим, да? Но почему-то одни и те же песни. Какой-то фантазии у педагогов вообще не проявляется. Я не могу вот это понять никак. Потому что столько песен вообще в этих мультфильмах, что можно было бы, конечно, как-то поразнообразнее подобрать программу. Ну, вот так. Ну, конечно, уровень очень разный. Потому что у кого-то есть возможность с микрофоном петь, у кого-то нет такой возможности. Тоже это играет большую роль, когда ты выбираешь. Потому что там нужно отмечать, там, значит, палец вверх, палец вниз или воздержался. Ну, вот. А в жюри с вами была певица Жанна Рождественская, да? Как ваша коллега по жюри. Да, мы с ней встречались тоже, да-да-да. Жанночка тоже была там. Мне очень приятно было, конечно. Потому что она, конечно, легендарная певица. Она столько озвучивала и песни, и мультфильмов, и фильмов. Вообще прекрасный человек, музыкант, шикарный, конечно. Это вот знаменитая Мышлягер «Позвони мне, позвони», да? Ну да. Где Муравьёва. На самом деле это не Муравьёва, а Жанна Рождественская. Ежеменно меняется мода, вот это вот «Водевиль, водевиль». Так что, да, у неё, конечно, данные вообще вокальные очень были. Ну, сейчас, конечно, она уже в возрасте, уже мы все немножечко по-другому поём, да, в таком возрасте. Но она, конечно, молодец. Ну вот по-другому, не по-другому. В середине часа обычно по формату перерыв на рекламу у нас рекламы не будет, но у нас будет, Оля, песня в вашем исполнении. Сейчас послушаем. Это сюрприз для вас и для наших радиослушателей. Спасибо. И взгрустнули мы, и улыбаемся, и просто очень всё это. И вы знаете, эту песню мы ещё хотим, Оль, с вашего позволения, поосвятить героине нашей программы. Её зовут Карина. Это мама того самого маленького Мартина, которому полтора годика, которому мы помогаем. И очень хорошая семья, очень хорошая мама. Это такая русско-латышская семья, то есть они говорят на двух языках дома. У них двое деток, дочка Маша, 4,5 года, и вот маленький этот малыш, у которого в год начались аутические такие отклонения явно. То есть мама забила тревогу, когда увидела, что мальчик перестаёт разговаривать, не разговаривает, не общается, не смотрит в глаза, как она сказала, не играет в игрушки, может где-то там в уголок забиться и сидеть очень долго один, представьте, в полтора года, да, ребёночек. И вот такого вот рода вещи начали происходить. Она разволновалась, начала в интернете искать информацию и, в принципе, к своему ужасу поняла, что это вот аутические признаки. То есть сейчас они прошли очень многие проверки, занимаются там ребёнком, врачи смотрят, но пока что он такой маленький, диагноз аутизм ему не поставлен. И врачи только констатировали, что множественные там отклонения поведенческие и вот речи, да, то есть он не говорит. А старшая сестричка очень хочет с ним поговорить, она его тормошит. И вот мама говорит со слезами, что не знаю даже, как ей объяснить, почему он не разговаривает. Мама и папа очень хотят сейчас прямо сделать всё возможное, чтобы вовремя купировать вот эти признаки, чтобы вовремя принятые меры, да, вовремя проведённое лечение, курс реабилитации, он может помочь очень сильно и очень серьёзно. И такие случаи известны, их очень много. То есть мы знаем, что сейчас в мире это просто очень распространено, аутические расстройства встречаются у каждого 54-го ребёнка в мире. Представляете, это уже вот на 10% больше, чем было в 2018 году. То есть за два года уже на 10% увеличится количество этих деток. И очень нужна правильная оценка ситуации, очень нужна помощь государства, очень нужна квалифицированная помощь, потому что признаки аутизма к школьному возрасту можно устранить, если вовремя начать интенсивные программы. Но у нас немножко сложно с этим, потому что вот Карина рассказывает, их направили в дневной стационар, она позвонила, чтобы записаться, а ей сказали, мы вас записали, приходите через полтора года. То есть даже не приходите, а через полтора года мы вам сообщим, когда. То есть сейчас ребёнку полтора годика, в три года он должен там появиться, а за полтора года уже можно очень многое сделать. Поэтому семья просит нашей помощи, и мы просим вашей помощи. Мы включили телефон на неделю для этого маленького мальчика. Ему нужен годовой курс реабилитации в центре аутизма, там целый комплекс разных специалистов, будут с ним заниматься. И стоимость этого годового курса – 3300 евро. Семьи не потянуть это, потому что мама в декрете, она сама медсестра по специальности, и вот сейчас она в декрете с малышом, должна скоро выходить на работу, и, как она говорит, наверное, мне придётся брать ночные смены, потому что ребёнка надо как-то или отдавать в садик, или дома с ним быть, но вот постоянно всё равно его оставить нельзя. А бабушек и дедушек поблизости у них нет, чтобы могли помочь. Ну, плюс ещё старшая девочка, 4,5 годика. Вот такая вот ситуация. Квартира, в которой они живут, у них взята была в кредит. То есть очень сложная ситуация в семье. Если кто-то может помочь, семья будет очень благодарна, а главное, что мы можем принять участие в судьбе этого малыша и позволить ему расти здоровым. Телефон зелёной лампы 93006384 работает всю неделю для маленького Мартина. А счёт помощи открыт в благотворительном фонде Be Open, с которым мы сотрудничаем, и его можно увидеть на сайте MixNews.lv, в рубрике «Зелёная лампа», в статье. И посмотрите, там, кстати, на фотографии Мартина. Очень хорошенький мальчик, просто такой чудесный, с огромными глазищами, и очень грустный. И мы обязательно напоминаем, что с этих денег, которые перечисляются в фонд Be Open, не удерживаются ни комиссионные, ни проценты. И раз мы говорим о помощи другим, о благотворительности, Оля, в начале 2000-х вы организовали детский благотворительный фестиваль. Это была рождественская песня, «Рождество во Вселенной» назывался. И это были бесплатные концерты для деток из неблагополучных семей, из детских домов-интернатов. Почему вы тогда вдруг вот об этом начали думать? Почему решили этим заниматься? Ну, во-первых, даже, как говорится, самый простой вопрос был в том, что мои ученики, да, они должны были где-то выступать. Началось именно с этого. Какая-то мысль пришла в голову, что надо что-то организовать такое, где можно было бы выступать. Но не было гарантии, что мои ученики пройдут, потому что надо было пройти тоже отборочный тур. Он проходил обычно в Юрмале отдельно. Ну, как бы это тоже в рамках фестиваля, но это был первый этап. И мы прослушивали очень разные коллективы с разных городов Латвии и даже с Литвы приезжали к нам. Ну, вот именно сначала вот такой более, чтобы была практика у детей выступать. И не только для моих детей, а для других тоже, которые учатся в каких-то студиях, танцуют, поют. Вот. И, конечно же, первый фестиваль мы хотели, думали, что получится сделать, ну, как концерт, да, чтобы можно было билеты продавать. Но мы поняли, что это бесполезно, там нужно такую рекламу сумасшедшую, столько денег вкладывать, чтобы постоянно это мигало, мигало где-то там по радио, по телевидению, чтобы люди покупали билеты. И потом всегда же все-таки концерты в основном раскупаются на таких уже известных звезд. А если что-то не такое, не очень известное и первый раз. Поэтому мы это дело, как говорится, перестали именно на коммерческой основе. мы поняли, что нам это не удастся. И мы просто пошли вот в фонд «Глабиэт Бернус» и вместе с ними, потому что у них большой был список банк данных, именно вот неблагополучных семей, интернаты, дома, ребенка и все такое. В общем, короче говоря, мы с ними в сотрудничестве. Они нам обеспечивали детей и приезжали целые автобусы. И это проходило не только в Риге, но это было и в Венспилсе, и в Лепе. И, конечно, мы имели в Даугаспилсе. И мы имели большую поддержку из этих городов, потому что нам выделяли фактически бесплатно залы, аппаратуру. И поэтому это было, в общем-то, очень хорошее мероприятие, но которое, конечно, не без поддержки спонсоров, потому что наш спонсор, самый главный, который нас поддержал, это был, значит, господин Савицкий, я сейчас забыла правильно, Итера-Латвия, вот. Итера, да. Они нам первые выделили, значит, самую необходимую сумму на зал, вот, это в первый год, и на подарки, и на прочие всякие вот такие вот вещи необходимые для организации. Оля, а как... Ну и, короче говоря, да. Как реагировали ваши ученики, вот воспитанники, дети, которые выступали, как вот с вокальными своими номерами, на то, что они поют, а в зале сидят детки из детских домов? То есть вы обсуждали с ними? Очень хорошо. Вы знаете, что наоборот, все настолько прониклись, как говорится, вот в эту атмосферу, атмосферу того, что дети многие не имеют возможности куда-то пойти, да, что-то там, как говорится, где-то побывать, что-то увидеть. Ну, наоборот, очень-очень дети все выступали с такой отдачей, с таким, как говорится, отношением, вот, именно дарили добро. Вот как и было Рождество Вселенной, все-таки это Рождественский праздник, это один из самых светлых праздников в году. Поэтому, конечно, вот эта атмосфера, она действительно там царила, вот, в залах, куда мы приезжали, где мы выступали. Вот, так что, в принципе, очень все довольны остались. Ну, к сожалению, мы пять лет провели, а потом вот резко кризис начался, и потом, конечно, уже было очень трудно дальше продолжать этот фестиваль. Но пять лет мы проработали. Оля, ну, мы помним прекрасно, вот, зеленая лампа, которая существует тоже уже пять лет, да, шестой год пошел у нас сейчас. Сколько раз, когда мы проводили, каждый раз, когда мы проводили благотворительные какие-то мероприятия, вот просто сами, да, и с волонтерами собирали людей, вот делали сладкую ярмарку, помните, в Старой Риге, когда продавали тортики и пирожные, для нас пекли рестораны Риги и Юрмала, и мы их там, артисты русской драмы, продавали людям, всем желающим эти пирожные, а деньги шли на лечение конкретного ребенка. И вот мы позвонили, помню, тогда Ольге Пиракс, и она сразу, Оля, всегда вы сразу откликались, вместе со своими воспитанниками приезжали и сделали нам такой шикарный концерт, там вообще вся улица, вся улица Кальпы, по-моему, нет, Кальпы, да, это было в центре, возле универмага. Вот, все приходили, слушали, раскрыв рот ваших детей. Вот, это было здорово. Спасибо вам. Оля, а вот вы в начале программы рассказывали, что вы черпаете какую-то силу, мысленно обращаясь к родителям, что они вам очень много дали. И в каком-то интервью вы рассказали, что ваш прадед был диаконом. И как будто по наследству вы учитесь как будто у него смирению, терпению. Ну, я, конечно, вообще как следует не знала о своем, ну, вообще о чертах характера или своего прадеда, да, так скажем, потому что все-таки это, он жил в Ставрополе, это отец моей бабушки. Ну, судя по бабушке, что бабушка была очень такая набожная и очень такая аккуратная и очень такая сдержанная, действительно смиренная, ну, наверное, тоже как пример какой-то вошел, понимаете. Вот, ну, то, что он хорошо очень пел, это само собой тоже, как говорится, результат, видимо, как-то по родословной, со всех сторон, можно сказать, у меня как-то это получилось, потому что у меня и мама очень красиво пела, то есть не только папина мама. Вся династия, получается, у вас поющая, да? Ну, да, там совпало, потому что и папа мой прекрасно пел, и мама пела прекрасно, и, конечно, их родители были очень музыкальные. Дедушка мой, мамин отец, играл на фортепиано тоже, у него был гувернер там в Сибири, Вачинске, поэтому как бы образование, хорошее получил, ну, одним словом, просто хорошие такие родословные, которые, как говорится, внесли лепту в мое тоже, как говорится, и воспитание, и мои гены, так скажем. Насколько важно вот смирение и терпение в каждодневной жизни? О, ну, это действительно очень важно, это не просто насколько важно, это очень важно, держать себя в руках, так вот скажем. По-простому это держать себя в руках. Вот, но это не все могут, но этому надо учиться. Самого, можно сказать, даже детства. Вот, я пытаюсь тоже своим внукам немножечко, так сказать, их успокаивать, успокаиваемся, как моя подруга говорила, успокаиваемся, успокаиваемся. Вот. Вот, чтобы не слишком эмоции захлёстывали, немножко надо себя держать в руках, правда. Потому что, вы понимаете, ведь ваши отношения, если слишком эмоциональные, оно может повлиять на другого человека тоже. И начинается такой, ну, цепочек. Взаимный какой-то, может, очень неприятный, может, как говорится, момент. Поэтому лучше держать себя в руках, послушать. Время пройдет, все, как говорится, встанет на свои места. Вот вы говорите... Поэтому, ну, я стараюсь. Держать себя в руках, держать себя в руках. Ну, не всегда получается. А вот опустились руки. Не всегда. Плохое настроение, проблемы. У вас есть какой-то рецепт или прием, чтобы... Что вы себе говорите? В сложных ситуациях. Ну, вообще, если честно сказать, среди близких я могу. Как говорится, порычать, как лев. Могу. Может, это и полезно тоже иногда. Ну, для близких. Но только не для людей, которые, как говорится, не то, что незнакомые, но даже знакомые, но все равно, когда не хочется себя показывать с такой стороны, как лев. Но бывает, что меня можно вывести из себя. Вот. Ну, я нормальный человек. Я не могу все время обходить лапки на задних лапках. Конечно, конечно. Поэтому бывают моменты, когда я вот прямо чувствую, что надо тут уже сказать свое слово. Вот. Но, в принципе, по большому счету, это бывает очень редко. Очень редко. Оля, а у вас есть фильмы, которые вы пересматриваете и над которыми плачете? Вот что может заставить вас расплакаться? Да, да. Ну, фильмы сейчас вообще в последнее время. Я же говорю, что у меня сейчас не только фильмы, а какие-то передачи. Я вижу талантливого человека. Я просто... У меня душа прямо вся клокочет, понимаете? От того, что... за радостью такого человека, за то, что он нам дарит радость. То есть фильмы, например, вот из фильмов я сама могу сказать вам, что я очень люблю фильм «Приходи на меня посмотреть». Обожаю. Просто я могу его бесконечно смотреть на игру этих прекрасных актеров. И просто... Напомните, это у нас там... И музыка, и песня. И песня тоже шикарная. «Приходи на меня посмотреть». Вот. То есть... Ну, много хороших фильмов. Ну, вам честно скажу, что я люблю только советские фильмы. Ну, российские советские фильмы, но именно советские даже больше. Российские... Ну, так сериалы так проходят мимо, так параллельно ходишь, что-то делаешь, смотришь параллельно какой-то фильм. А чем вы это объясните? Кстати, говорят, что это угрюмые реки. Вот сейчас угрюмые река, да? Да, все обсуждают. Все равно из главы не выходит первый вариант. Никак не выходит. Ну, никак. Потому что даже... Ну, вот главная героиня, да? Ну, совершенно... Ну, не подходит ей эта роль. Не подходит. Не попала. Да, все сейчас сравнивают. Не попала. Нет, абсолютно. Мне даже кажется, что Мороз лучше бы сыграла эту роль. Вот актриса. Она бы лучше сыграла. Оля, а как вы объясните? И более... Просто внешность даже такая слишком сладкая, понимаете? Не надо такую сладкую было делать. Все-таки Чурсина, вот в ней все было. Ну, это великая актриса, конечно. И красота. Да. А тут, конечно, я не знаю. Ну, в общем, короче, современно красивая очень природа. Это безусловно. Просто смотришь, восхищаешься. Причем я, конечно, подозреваю, что это в Сибири в основном снимали. Потому что я была когда на кастрюлях в Красноярском крае. Там же тоже такие места. Вообще мы проезжали тоже прям вообще волосы дыбом, что называется, от красоты. Или на Байкале там. Это же все такая красотища. Конечно, Россия очень красивая страна. И, конечно, сказать, что я скучаю, это просто ничего не сказать. Ольга, вы принимали участие. Был такой вот у нас два, по-моему, года подряд. Он проходил фестиваль Юра Сперла. Это именно музыка, театра и кино. Да. Да, и вы там вот принимали участие. Какие у вас любимые саундтреки? Ну, мои имена или вообще из фильмов? Нет, из фильмов вообще. Что вам как зрителю, как слушателю нравится? Я обожаю музыку Артемьева. Просто раба любви. Это просто, я сказала, чтобы музыка на моих похоронах, чтобы играли Артемьевы из раба любви. Все. Это просто высший пилотаж. Просто высший пилотаж. И, конечно, как поет Камбурова, где же ты, мечта? Это просто... Ну, таких исполнителей, кстати, там не было на этом фестивале. Там такое развлекательное больше было, да? Ну, конечно, Эдуард Артемьев, это, ну, это, я не знаю, космический композит. Космический, это правда. Да. Согласна мы с вами. Просто один, знаете что, один праздник Лига, моих друзей на хуторе мы были в Кейпене. Это Аркадий Эренбург, он барабанщик. Они с женой, они фермеры. И мы к ним каждый год уже сейчас приезжаем. Так, слушайте, мы всю ночь слушали Артемьева. Вот я поставила, и мы только Артемьева и слушали. Никакие там песни Лига, а именно Эдуарда Артемьева. Ну, это вообще, это, есть, конечно, и другие композиторы прекрасные, музыка. Просто сейчас сразу, ну, вот то, что Артемьев у меня на первом месте, это 100%. 100%. Ну, музыка спасает, музыка нас выручает. Могу сказать, что, конечно же, я могу радоваться, я могу, еще есть время, да, Я могу радоваться за то, что в свое время, когда Паус написал музыку к фильму «Театр», конечно, мне нравится очень музыка Раймонда Пауса, и там вот фрагменты, которые впечатлили и вдохновили Андрея Вознесенского, чтобы написал он «Два стрижа». То есть там есть фрагменты музыки, которая как раз потом появилась как песня «Два стрижа», и она до сих пор, как осталась эта песня, за мной, что я лучший исполнитель, и, конечно, мне это очень приятно. И недавно я просматривала юбилейный концерт Пауса, который был, по-моему, на 80 лет в Москве. И там уже, конечно, я была так разочарована, потому что я раньше не видела этого концерта, но я была разочарована молодыми артистами, которые, честно говоря, плохо пели, плохо. Просто откровенно плохо пели. И, ну, жалко, что всё-таки уровень упал. Хоть и голоса-то хорошие, но нету какой-то духовности, нету духовности, вот что. Там этот молодой человек пел «Два стрижа», но он пел бездарно. Во-первых, это женская песня, это материнская песня, но не мужская никак. И это было ужасно. Мы помним. Мне ужасно то, что я разочаровалась. И любим в вашем исполнении эту песню, мы её поставим на страничке нашей сегодня. Оля, у нас, к сожалению, программа подошла к концу. Буквально осталась одна минутка. Спасибо вам большое за эту беседу, тёплую такую. И напоминаем, что наш телефон 930-6384 работает всю неделю для маленького Мартина, к этому полтора годика, и нужна помощь, чтобы вытащить его из болезни. Стоимость – один звонок евро 42 цента. Оль, пожелайте нам что-то, пожалуйста, нашим радиослушателям. Я вам желаю вашей передачи, вашему благородному делу, чтобы и дальше у вас было как можно больше поклонников, людей, которые будут вас действительно поддерживать, и не только вас, а вашу передачу, и тех, кому вы это посвящаете, чтобы как можно больше было людей таких. А всем людям, которые это делают, я желаю тоже здоровья хорошего, и чтобы они как можно быстрее освободились от этих четырёх стен, в которых мы находимся. Спасибо большое. С нами сегодня была наша любимая певица Ольга Пирокс. Всем хорошего дня, хорошей недели, и до скорых встреч. До скорых встреч, да. Спасибо. Мир не изменится, если мы не начнём с себя.